всем привет мы снова вместе и мы продолжаем наши с вами занятия по теме скорпиона на предыдущих двух занятиях мы рассмотрели этот удар сначала в базовом варианте мы разбирали как его сделать каким про как правильно выполнять как выносить ногу и так дальше и так дальше на втором занятии мы с вами говорили уже больше о практичном применении этого удара и мы говорили о том как этот удар можно использовать в атаке мы разбирали это в контексте вернее на примере связок ёбчаги скорпион доли очаги скорпион и соответственно горе очаги скорпион то есть три базовых удара опять же таки вы можете использовать любые другие удары и аналогично использовать этот скорпион в качестве хорошего подспорья вам на соревнования сегодня мы продолжаем тему скорпиона и мы поговорим о том как использовать скорпион в защите работая из клинча очень часто при соревнованиях происходит такая ситуация когда спортсмены ввязываются в очень близкую дистанцию из которой в принципе надо тоже грамотно выйти надо использовать какие-то специфические техники потому что на разрыве есть всегда вероятность нарваться на встречный удар сегодня мы будем говорить о скорпионе и о том как его использовать именно в такой ситуации давайте посмотрим как один как выглядит один из вариантов исполни использования этого удара а потом поговорим о том как его сделать хорошо вы могли видеть как приблизительно может выглядеть этот удар еще раз повторюсь я его нормально не делаю поэтому извините как мог показал значит в чем особенность этого удара мы уже говорили с вами что скорпион ни в коем случае нельзя выполнять когда вы стоите спиной к противнику почему потому что противник вас просто массой тела толкнет а учитывая что вы стоите на одной ноге в очень неустойчивом положении скорее всего вы упадете и заработаете камчок для того чтобы такого не было нужно использовать этот удар стоя сбоку от противника вот таким вот образом то есть мы об этом уже говорили ну или покажу с этой стороны вот чтобы противник был сбоку или чуть-чуть сзади но все равно сбоку мы говорили о том что этот удар не надо использовать слишком далеко потому что вы скорее всего упрётесь в руку противника в чем особенность выполнение этого варианта с разворотом смотрите когда мы вошли в клинч мы становимся сбоку от противника обратите внимание противник прямо перед нами больше того во время клинча он будет нас давить именно поэтому любые техники которые вы выполняете в клинче вам нужно выполнять или или как только вы вошли в клинч раз и сразу выходить то есть например сделал раз касание и сразу вращаемся или еще до того как противник в этот клинч входит то есть вы атакуете вы видите что он на вас влетает вы просто пристраховываетесь и вкручиваете с этой стороны не дожидаясь непосредственного контакта если происходит такая ситуация когда вы ввязались в клинч да есть спортсмены которые из вот этого положения ввязаного в клинча могут оттянуть таз и тут заработать какие-то баллы если у вас эта техника не навязана до идеала мой вам совет не разрывайте клинч рефери вас остановит разведет и вы спокойно начнете поединок если вы не уверены не начинайте делать каких-то резких движений клинч это очень специфическая тема значит теперь смотрите сюда выход скорпиона значит первый момент который я хочу по объяснить вот эта ситуация в которую мы сейчас рассматриваем она предназначена для открытой стойки ну учитывая что у нашей с вами помощницы ног нету я использую для этого две ракетки вот наши ракетки ну соответственно давайте вот так вот мы их используем чтобы вы понимали это будет одна нога так в середину и довернем это будет старая то есть вот так это будет выглядеть значит смотрите это передняя нога вот это задняя нога ну соответственно вот ну опять же таки за длину стойки я не ручаюсь но предположим это как-то так выглядит значит смотрите мы рассмотрим два возможных варианта вариант первый более легкий это когда ваша нога стала снаружи от ноги соперника то есть например вы входите раз и вы стали вот так то есть в этой ситуации намного проще вас снаружи ничего не ограничивает вы разворачиваетесь и наносите удар значит смотрите как сделать правильно разворот первое нам нужно понимать что мы не должны вот так вот крутиться на ноге нога разворачивается одним движением подымаем и сразу ставим пяточкой на цель но проблема заключена в том что у нас на этой ноге вес и мы не можем ней подвернуться и шагнуть кроме того на нас давит соперник поэтому для того чтобы мне сделать вращение вот этой ногой хоть какое-то мне нужно разгрузиться от моего соперника для этого я покажу с этой стороны входить вошел в клинч я даю толчок в соперник я толкаю его на заднюю ногу это займет микросекунду но когда соперник качнулся назад у меня будет вот эта доля секунды для того чтобы разгрузить эту ногу и сделать нужный мне в шаг то есть вот я стал вот этот импульс нужно поймать причем это должно быть не давление туда постоянное это должен быть именно короткий импульс который я использую для того чтобы вот эту вот паузу можно было по максимальному использовать стали теперь здесь я вошел в клинч раз-два отсюда я делаю толчок и сразу же за этим толчком я вращаю ногу раз уходя в сторону а дальше отсюда тот же самый скорпион который мы только что делали мы упираемся рукой в колено нога через низ опускаем корпус и наносим атаку соответственно все то же самое надеюсь микрофон не будет глючить отсюда идет импульс раз вкрутились нанесли удар и ушли в стоечку с блоком что важно в этом моменте смотрите когда мы делаем любые удары с разворотом у нас всегда есть искушение вынести ногу через сторону то есть тот же самый мамдоле очень многие спортсмены делают вот так это в корне неправильно на скорпион мы уже говорили на базовом занятии когда разбирали базовую технику выполнения почему скорпион нельзя выносить сбоку кто не смотрел это занятие переходим по ссылочке в описании и там мы будем разбираться опять-таки как правильно выполнять скорпион после разворота очень важно чтобы вы ноги собрали вместе и вынесли скорпион таки через низ опять же таки мы говорили о наклоне корпуса это важно потому что не все спортсмены обладают необходимой пластикой для того чтобы закинуть ногу из этого положения на спину простите значит теперь смотрите сюда что важно это мы говорили более простой вариант мы вошли нашу ногу ничего не ограничивает мы спокойно создаем импульс вкручиваемся и отсюда наносим удар супер но что происходит если например нас атаковал соперник такое тоже бывает например соперник ударил долю чаги мне в корпус и вошел в клинч и теперь его нога оказалась снаружи вот в таком положении и теперь его нога ограничивает мое движение но мне надо сделать этот удар понимаете с этого положения я не могу что-либо придумать как-то перешагнуть сюда здесь будет реально мешать его нога поэтому как мне выкрутиться в данной ситуации смотрите внимательно я стою из этого положения если я просто поведу ногу в сторону я не смогу сделать удар поэтому тут немножко сложнее прежде чем делать скорпион мне нужно сделать одно подготовительное движение смотрите на мою заднюю ногу то есть фактически я обхожу ногу моего соперника то есть вот я стал стойка отсюда изначально готовя сделать движение когда вы вошли в клинч раз сразу ногу отставляем в сторону теперь отсюда делаем толчок раз меняем ногу и тогда закидываю говорю сразу это достаточно сложное движение технически вам будет мешать нога здесь другого варианта просто нету по-другому скорпион вы не сделаете можно конечно сделать горе очаги на корпус то есть можно сделать таким вариантом а раз уйти сюда и отсюда вот так лопнуть но это уже другой удар и тоже не всегда он зайдет а вот поскольку мы сейчас говорим о скорпионе а не о горе очаги то мы говорим именно вот этот вариант да он сложный но еще раз когда в вас влетели этот момент можно использовать почему потому что во первых противник заряженный на адреналине он летит на вас скорее всего сделав первый удар он будет пытаться кинуть все в очаге другой ногой в этот момент он не совсем устойчив его можно реально просадить на заднюю ногу чтобы он встал и не поднял ее до конца то есть вы стали идет вы не стали на вас влетели раз вас ударили в этот момент вы толкаете противника упираетесь с ним в ближний контакт отставляете ножку в сторону раз толкаете его уходите сюда перешагиваете обязательно сделайте вот этот круговой шаг ногой иначе вы зацепитесь за ногу партнера раз и тогда отсюда вкладываете скорпиона еще раз стоечка шаг импульс забрали ударили стойка вот такая незамысловатая не такой зам не замысловатый способ выполнения удара значит я не буду затягивать занятия говорить еще какие-то нюансы в принципе тут ничего сложного нету нету ничего скажем не то что сложного нет ничего сверхъестественно и непонятного но сложно будет обойти ногу партнера особенно когда вы начнете работать это в паре здесь возникнет еще одна проблема это рука вашего партнера которая тоже может находиться вот здесь на уровне вашей руки и с ней тоже надо будет что-то сделать но об этом мы наверное поговорим чуть позже когда будем говорить о технике защиты и работы в спарринге значит что на данном этапе нужно наработать концептуально важно наработать вот этот толчок импульс для того чтобы вы могли успеть это сделать когда вы станете в пару концептуально важно чтобы вы научились работать в клинче сразу после вхождения то есть не так ну теперь давайте что-то делать нет вы входите в клинч раз оп толчок сразу работают любые удары чтобы вы не делали до того как противник сориентируется если он успел уже сориентироваться и начинает принимать какие-то контр меры лучше вообще не выходите постойте вас рефери разведет и тогда начните все сначала чем вы начнете разрывать клинч из неудобной для вас позиции получите получать удары на корпус или на голову а вот что в принципе достаточно неприятно на соревнованиях хорошо на сегодня мы на этом закончим еще раз если вы не знаете как выполнить тот или иной элемент скорпион или как оно делается переходим по ссылочке в описании там будет скорпион базовое исполнение там будут скорпион в атаке проходим эти занятия разбираемся потом приходим к сюда в этом занятии что важно импульс и важно сразу поставить ногу пяточкой на цель то есть стали импульс и импульс и импульс импульс разворот важно при развороте развернуться не здесь развернуться сбоку от цели сместившись в сторону вашей ноги то есть получается мы вращаемся не вокруг своего позвоночника а вокруг передней ноги вот раз и вокруг передней ноги разворот вот тогда из этого положения мы наносим удар и что важно после этого выйти в стойку вот я об этом забыл сказать друзья простите любая техника которую вы выполняете это не конец вашей работы еще раз любая выполненная техника это не конец вашей работы каждый заработанный балл это не конец это ступенька к следующему результату следовательно если вы накинули удар и этот удар зашел вы должны не сделать так чё там дальше как большинство спортсменов делают на отработках сделали удар перешли в стойку приготовились работать дальше или уходить или атаковать вот это очень важно поэтому выполняя удары раз зашли импульс уход атака стойка чтобы отсюда могли или уйти или продолжить работу дальше то есть соответственно вот такой вот нюанс хорошо на сегодня у нас все надеюсь в ближайшем времени сделаем видео как выходить из закрытой стойки то есть это уже будет немножко немножко сложнее но и немножко интереснее и технически и в плане результативности на этом занятия заканчиваем отрабатываем технику прорабатываем предыдущие занятия подписываемся на канал делимся этим видео со своими друзьями оставляем свои впечатления и отзывы в комментариях ставим лайки и дизлайки для того чтобы ну я видел какое-то взаимодействие со своей аудиторией вот чтобы можно было пообщаться поделиться опытом и так дальше и так дальше хорошо а на сегодня все до следующих встреч